Друзья, происходит масштабное событие. Регион Свободы России и Сибирский батальон заявили о переходе границы. Российские каналы сообщают о боях в Курской области. Фактически, заявление Региона Свободы России в том, что они идут на выборы, будут выбирать своего президента против Путина и, возможно, масштабные протестные движения. Сергей Жирнов, бывший сотрудник АГБ и внешней разведки, сейчас разложит ситуацию по полочкам. Сергей, приветствую вас. Здравствуйте, Даша, и привет всем нашим зрителям. Идут бои, значит, прорыв танков, оружие, стрелковые бои. Сообщается, что регион Свободы России и Сибирский батальон совместно проводят спецоперацию. Вот как они вошли на территорию Российской Федерации, уже появилась карта. Вот эта карта. Теткина, Лозовая Рудка, ну и плюс Илья Пономарев, известный оппозиционный политик, сообщил о том, что в рамках совместной операции Свободы России РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области. Приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил. Назвали это освободительные силы. Вам слово. Ну что, это интересное сообщение, такое яркое сообщение, потому что горячая неделя, да, горячая неделя. На этой неделе в конце с 15 по 17 марта в Российской Федерации будут проходить так называемые выборы президента Российской Федерации. И поэтому для Легиона Свободы России это хорошее время, может быть, даже единственное время в году, когда можно было бы сделать какую-то яркую акцию. И они решились на эту яркую акцию. Откоренно говоря, я ждал такого на похороны Навального и на выступление Путина 29 февраля и на похороны Навального 1 марта. Потому что это тоже был хороший момент, потому что это, так сказать, обращение как бы царя. Все смотрят и испортить ему такое обращение было бы тоже хорошо. Но вот в тот момент они то ли были не готовы, то ли не сообразили, что это был удачный момент. И поэтому, наверное, скорее всего, они готовились все-таки вот к этой неделе, на эту неделю, потому что, в общем, такая забойная, важная, серьезная неделя для Путина. И, ну, конечно, так сказать, мы ждем, ждали второго прорыва, Пригожинского прорыва на Москву. Да, чтобы какая-то колонна, брон, там, выстрелы танковые и пошла на Москву, на Кремль накануне, там, в день или так называемых выборов. Вот. Ну, пока что то, что до нас доходит, это все-таки не, похоже, не совсем то. То есть они прорываются в приграниченные районы Курской и Белгородской областей. Вот. Но вы помните, когда был Пригожинский мятеж, Пригожин пришел в Ростов, и из Ростова уже, ну, в Ростов и Воронеж, и основная колонна, которая шла на Москву, она пошла по Воронежской области. Вот. А Воронежская область – это все-таки немножко более удаленная от границы область считается, и поэтому там, наверное, не сконцентрировано такое количество какой-нибудь терроробороны российской или каких-нибудь там спецслужб или чего-нибудь такого. В Белгородской, Брянской и Курских областях все-таки немножко больше, потому что они прямо, ну, особенно Брянская и Белгородская области, они прямо выходят на границу с Украиной, вот, и с Белоруссией. И по этому поводу там все-таки власти, похоже, были готовы к таким вещам. Вот. И если мы почитаем телеграм-каналы такие свободные, как бы, то там говорят о больших успехах, вот, о прорыве. Вы правильно сказали, что уже говорят о том, что там частично освобождены какие-то территории, находятся под контролем. Вот. А все властные каналы, все пишут, нет, 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 ничего нету. Были ночные бои, все типа всех разгромили, всех убили, всех растерзали и так далее. Вот. Ну, мы будем смотреть, конечно, потому что мало еще пока информации прямо с места события. Вот. Я посмотрел, кстати, телеграм-канал русского добровольческого корпуса. Там вообще ничего не публикуется в телеграме. Вот. Ну, у них, может, там есть несколько ресурсов. Я смотрел основной канал. Вот. Там последняя публикация довольно старая. Вот. И будем ждать, конечно, развития событий. Это интересное событие, потому что для путинской власти это очень неприятная штука. Да. Потому что когда они устраивают спектакль, постановочный спектакль с якобы выборами российского президента, то, в общем, все как бы запрограммировано. Вот даже можем нашим зрителям рассказать наши с вами, Даша, переговоры, потому что вы мне предлагали в пятницу сделать программу, а я вам ответил, что, ну, о чем в пятницу разговаривать, потому что это будет первый день выборов. На этих выборах вообще единственная неожиданность, которая может случиться, это полдень, воскресенье 17-го числа. Да. А все остальное, это, в общем, ну, будет запрограммированное какое-то голосование. Точно так же, как, помните, когда Путин собирал свои подписи, 3 миллиона подписей, ведь не было ни одной очереди нигде. Да. И по этому поводу там неизвестно. Вот это, значит, вы показываете кадры каких-то РДГ. Ну, вот. Ну, кстати, российские... Да, российские паблики как раз говорят о украинских РДГ, то есть они даже не говорят, что это русский добровольческий корпус, они не говорят, что это россияне, которые воюют против Путина в составе украинских вооруженных сил, что это, на самом деле, самостоятельные единицы, ну, так сказать, автономные единицы. Они входят в состав украинских вооруженных сил, но они автономные, потому что там специальный набор. Это все россияне с российскими паспортами. Вот. И они для себя ставят задачу, кстати, смену власти, свержение Путина вооруженным путем. Да, потому что вот я вам напомню, что была такая долгая-долгая дискуссия, она многолетняя, даже многодесятилетняя дискуссия в оппозиции в российской. Значит, как свергать Путина. И большинство российской оппозиции придерживалось того, что, ну, надо использовать какие-то рычаги легальные, типа там выборы, невыборы, манифестации. Вот. Это пытались сделать, значит, кого-то там где-то манифестировали, где-то пытались выбирать. И даже иногда это удавалось даже, да, потому что тот же Марк Фегин был в свое время депутатом, там Ройзман был депутатом, и еще несколько было человек, которые дошли, Гудков был депутатом. То есть мы видим, что люди доходили иногда до каких-то властных, у нас властных полномочий, но даже если они становились какими-то депутатами, даже если где-то становились заместителями мэра или заместителями какого-то региона, в каком-то регионе, все равно это было слишком мало. Вот. И, строго говоря, вот примерно в прошлом году состоялся такой консенсус практически уже даже во всей оппозиции, которая согласилась с тем, что, в общем, мирным путем свергнуть Путина практически невозможно, а если невозможно, тогда нужно думать о том, чтобы свергать его вооруженным путем. Вот. Ну, самый активный человек политический, который придерживается этой точки зрения, это, конечно, Илья Полномарев. Вот. Он выступает, у него собственный канал «Утро февраля», он там регулярно выступает. Вот. Ну, были какие-то даже, вот я вам напомню, еще там год назад были какие-то такие организованные мероприятия русской оппозиции, например, в Берлине, куда он тоже пытался приехать, а его туда просто не пустили, потому что говорят, ну, вы типа, нам с вами пока еще не по пути, потому что вы такой экстремист, как бы, получаетесь, потому что вы предлагаете вести вооруженную борьбу, а мы типа еще за мирную борьбу. Вот. Так что вот так развивается политическая ситуация. Ну, в общем, теперь, как бы, уже появляется некий консенсус, что вот особенно после Пригожинского путча, когда все увидели, что одно дело, вы заседаете где-нибудь там в Берлине, в Вильнюсе, в Польше или еще что-нибудь такое, вот, это важно, политически важно, да, потому что в Польше, я вам напомню, было проведено даже, по-моему, два или три конгресса бывших депутатов, и это очень интересная форма была, так сказать, организации оппозиции, российской оппозиции, потому что собрали всех тех людей, которых когда-нибудь где-нибудь избирал народ. То есть, грубо говоря, людей, у которых есть легитимность, которая прошла через выборы. Вот, и поэтому, даже если они сейчас не являются нигде никакими избранными людьми, но все равно они были когда-то избранными людьми, таким образом, у них, например, есть коренное отличие, вот, допустим, от меня как эксперта, который просто со стороны аналитически рассматривает ситуацию, но политически я не участвую ни в каком политическом движении, не претендую на политическую власть и так далее. Вот, или там журналист, допустим, какой-нибудь оппозиционный, который правильно все критикует, вот, допустим, Росислав Мурзагулов, который, в принципе, так сказать, был встроен когда-то в власть, кстати, он был заместителем губернатора Башкирии по внутренней политике и работал в администрации то ли премьера, то ли президента Медведева. Вот, то есть он, в принципе, очень был встроен в эту структуру, но сейчас он журналист, да, вот, хотя он уже позиционирует себя, кстати, как политикой, он сейчас находится в Киеве с поездкой, так что, Даша, я вам советую, может быть, даже сделать с ним вживую какое-то интервью, ну, вот, потому что у него очень интересный взгляд на, и трезвый взгляд на российскую, на российскую внутреннюю политику и на то, что ждет Россия изнутри. Вот, ну, в общем, мы понимаем, что какие-то подвижки идут. И самое главное другое, вот если вы регулярно слушаете, я имею в виду наших зрителей, допустим, таких политтехнологов, который, кстати, тоже работал в Башкирии, который был даже спичрайтером президента и премьер-министра в те времена, ну, в ранние времена путинские, вот, то, вот, многие из этих политтехнологов и политологов говорят о том, что в России, в принципе, ощущается какая-то революционная ситуация. Да, вот мы чувствуем, что что-то накапливается и что-то иногда прорывается. Вот, ну, и последняя, очень значимая, конечно, такая вещь, визуально значимая, визуально, это две вещи, это сбор подписей Надеждина, где выстроились 211 тысяч человек в многочасовые очереди, которые были видны. Вот, ведь в этом деле очень важен визуальный ряд, да, потому что одно дело поговорить о чем-то, а другое дело убедиться, что вот реальные люди существуют, не боятся, могут выйти на улицу и так далее. Конечно, они, опять же, используют для этого разрешенные какие-то акции, вот, в частности, сбор подписи Надеждина. Он сам не ожидал, кстати, что так много людей придет, и никто не ожидал, поэтому его потом вот в итоге и сняли с выборов, потому что просто испугались, что он может стать действительно вторым кандидатом, и он реально им бы стал, потому что вот мы видим сейчас, что этим вторым кандидатом становится Дованков, который вообще, ну, никакой, да, который официальный какой-то из Думы, вот, у которого чуть-чуть чуть-чуть другая позиция, чем у всех остальных, и то уже он на себя оттягивает какие-то голоса. Вот, ну и вторая визуальная, конечно, картинка была, это похороны Навального, когда в Москве вот реально пришло много десятков тысяч человек, которые, кстати, там стояли несколько дней, и то есть накопленным итогом за 3-4 дня там, ну, 100 тысяч точно совершенно прошло через, через Борисовское кладбище возлагать цветочки, там одних этих цветочков, там, вот как я вам и говорил, вот помните, мы с вами делали передачу прям по горячим следам этого дела, я вам сказал, что вот судя по той очереди, которая там стоит, там будет грузовик цветов, и реально вот так и получилось, то есть там просто навалили такую гору, которая вошла бы там, я не знаю, там фуру какую-нибудь, да, потому что когда, конечно, каждый человечек там из нескольких десятков придет с букетиком, то много десятков тысяч букетчиков, это прям вот много-много грузовик. Сергей, единственный нюанс, считаете ли вы, что кто-то стоит за этими действиями? Почему? Сегодня я общался с военными, и все военные сказали, что кто-то это должен финансировать для того, чтобы были вот эти протестные движения, РТК, Легион свободы России, Сибирский регион, их надо финансировать, потому что вот уже все медиа пишут, первый прорыв границы РФ на танках, пожары, раненые, стрельба в Белгороде, русские партизаны устроили предвыборные рейды сразу в двух регионах, бои продолжаются просто сейчас. И самый важный момент, что в этот же момент была атака на Москву, на Курскую область, атака на нефтеперерабатывающие заводы дронами, вот если сообщить, то Курская, Белгородская область, бесплотники атаковали Москву, Тульскую область, Орел, Воронеж, а в Курске атака бесплотников была 7 часов, и два атакованных нефтеперерабатывающие заводы. Стоят ли за этим какие-то внешние силы, возможно, российская оппозиция, кто это финансирует? А возможно ли какие-то спецслужбы, которые действуют в России, которые хотят быть против Путина, как вы считаете? Вы знаете, ну, за границей есть люди, у которых есть деньги, вот так вот, прямо на слуху и на виду всех Михаила Кадаковского, у которого, ну, остались какие-то там, довольно приличные деньги, раньше он был миллиардером, сейчас он, ну, четко совершенно миллионер, вот, то есть деньги у него есть. Он не единственный такой, потому что мы, например, знаем, что за последний год 7 российских миллиардеров отказались от российского гражданства. И еще это то, что мы в публичном пространстве знаем, то, когда люди объявляют об этом, да, потому что могут люди просто об этом не объявлять, они просто отказываются, и тихо, спокойно там начинают вести свои дела с позиции другой страны, чтобы обойти санкции российские там и так далее. Это могут быть и пропутинские, кстати, олигархи, которые просто хотят обойти санкции. Вот поэтому здесь надо очень аккуратно смотреть, в каждом случае. Но вот когда я вам говорил про то, что ощущается, что в Российской Федерации есть что-то подобное революционной ситуации, я абсолютно убежден, что из тех 117-110 миллиардеров, которые числятся в российском списке Forbes, наверняка есть больше половины, которым вся эта бодяга путинская не нравится, которые потеряли деньги на этом, которые потеряли репутацию, попали под санкции, жены которых и дети которых, и внуки которых, и бабушки, дедушки которых не могут теперь жить на Западе, не могут ездить на Запад, не могут учиться на Западе, не могут пользоваться западной недвижимостью, не могут пользоваться своими яхтами, не могут пользоваться чем только не могут пользоваться. То есть на самом деле таких людей, которые недовольны, довольно много. Я вам напомню, что, кстати, русский добровольческий корпус, Это, так сказать, не образец буржуазной левой демократии, потому что они себя позиционируют как русские националисты, они себя позиционируют как правый политический спектр. То есть, грубо говоря, это люди, которые примерно тех же взглядов, которых придерживался, например, Гиркин, которых придерживался Малафеев, Дугин, Пригожин и тому подобное. По этому поводу эти, скажем так, люди с такими взглядами есть в Российской Федерации, в том числе и оригархов, но я вам называл хотя бы того же самого Малафеева, у которого есть канал «Кцарьград». И который критикует Путина, но он критикует Путина справа, резко справа, говорит, что Путин недостаточно все делает. То есть, такие силы тоже есть. И это, так сказать, это следующий уже этап. То есть, первый этап – это нужно свергнуть Путина, а когда Путин будет свергнут, тогда уже станет вопрос, а куда, собственно, Россия должна дальше идти после свержения Путина. Но, в общем, я считаю, что в Российской Федерации сил, у которых есть деньги и у которых есть желание поменять власть, у которых всем надоела эта вся бодяга, не то, что они любят Украину. Тут надо разделять это все дело, потому что они могут совершенно либо нейтрально, либо даже отрицательно относиться к Украине. Они могут отрицательно относиться даже к Западу. Но главное то, что они отрицательно относятся к Путину. Причем это люди, которые готовы действовать. Потому что то, что сейчас происходит, это очень опасная вещь. Ну, я не скажу самоубийственная, но, в общем, это такая героическая вещь в военном смысле, если абстрагироваться от всяких окрасок политических, идеологических, то, в любом случае, когда небольшой отряд или там даже, ну, скажем там, сколько там, ну, батальон, ну, несколько батальонов, полк, например, какой-нибудь, да, даже или там бригада, выдвигается куда-то на территорию Российской Федерации, то понятно, что ей будет противостоять гораздо большие силы на территории Российской Федерации. То есть они заранее входят из того, что у них меньшие силы. Другое дело, что если они разбились на небольшие группы, то с ними тяжело бороться, потому что каждая группа в своем пуске – это, в принципе, работа, так сказать, либо диверсионных групп главного разведного управления, либо диверсионных групп десантников и спецназа. Она на этом, кстати, и строится, на том, что вы можете послать десяток или два десятка человек, и таких групп вы можете послать там десяток, это всего будет, получается, 10 на 10 100, то есть это рота, вот, суммарно. Но эта рота, если ее разбить на такие десятки, на 10 десяток, да, если они специально тренированы и специально обучены, они могут поставить на уши целую область, а может быть, даже и там целую страну, если вот они специально, если у них есть также вооружение, соответственно, там, взрывчатка и так далее. То есть они могут парализовать транспортные узлы, они могут парализовать коммуникации, они могут парализовать какие-то органы власти и так далее. То есть на самом деле этого вполне достаточно, чтобы посеять, дезорганизовать работу целой большой территориальной группировки, допустим, там, области, региона, края даже, я не знаю, там, страны отдельной. Тем более, что когда маленькая страна, вот, допустим, кстати, Путин вот в этом смысле и готовит, возможно, какие-то гадости против стран Балтии, да, потому что страны Балтии всего 10 миллионов человек на три страны, вот, и все три страны не такие уж и большие. Это принцип работы, кстати, любых таких диверсионных групп. Вот, ну, будем смотреть, но тем не менее, так сказать, понятно, что, допустим, если они захватят здание областной администрации в Белгороде и скажут, что Белгородская область теперь стала свободной республикой, значит, демократическая народная республика Белгород, Белгорода или Белгородская, там, ДНР, что там, ДНБ, вот, то Путин в этом смысле, конечно, может пойти на то, чтобы просто разбомбить, к чертовой бабушке, это здание администрации, потому что в этом смысле у него, он, у него красных линий никаких нет, да, то есть там не то, что будут там парламентарии там разговаривать, поэтому это, конечно, в общем, такое в большой степени суицидальное явление, почти самоубийственное, вот, но ребята там смелые, ребята, они уже доказывали, так сказать, своими рейдами по приграничным территориям, что они способны шорох удать, вот, поэтому, конечно, это такая яркая акция, и мы с вами будем за ней наблюдать и посмотрим, чего из нее получится. Вот, в завершении уже появилась информация, что разбился военно-транспортный самолет в Иваново, и он уже горит, и вопрос, кто это сделал, далее пишут о том, в принципе, что в Воронеже, в Белгороде сейчас происходят атаки, Курский губернатор подтвердил, что ДРГ пытались прорваться в поселок Теткино, и я сегодня общалась с утра с военными, которые мне сказали, что в Бирянской области есть арсенал химического оружия, если его захватить, и это, в принципе, должен был сделать Пригожин, то, может быть, шантаж Кремля именно захватом этого арсенала химического оружия. Как вы считаете, насколько это могла быть эффективной стратегией? И вот в завершении нашего стрима, Сергей, все же, видите ли вы, что некие башни Кремля могут стать бенефициарами этих протестных движений, этой гражданской войны, этих нападений и так далее, Легиона Свободы России и РДК, рейдов? Давайте с конца начну, однозначно совершенно, да, потому что в Российской Федерации, внутри российской власти, есть люди, которые по-разному смотрят на то, что происходит сейчас в политике Путина, и даже на Путина смотрят, и даже на режим по-разному смотрят. Это мы видели, это вот реально было видно, мы с вами это обсуждали уже не раз, что вот я условно наслал хотя бы два такие полярные лагеря, один это отмороженные ястребы, а второй это технократические ястребы, да, такие рациональные ястребы. Вот это точно уже есть, да, и у них точно совершенно разный подход, и поэтому технократические ястребы допустили, надежды нам до спора подписей, а отмороженные не дали ему пройти к выборам. Отмороженные ястребы вполне возможно, что убили Навального, а технократические ястребы позволили отдать его тело матери и устроить похороны в Москве, которые вылились в огромное событие визуальное, которое показало, сколько много людей в Москве не любят Путина. То есть эта штука есть, и поэтому реально может у этого движения организоваться какая-то внутренняя поддержка, и в том числе и финансовая, и организационная, и так далее. Вот дальше по поводу того, с чего они там могут захватить, они много чего могут захватить, потому что все эти приграничные области стали логистическими хабами для войны, то есть там есть не только химическое оружие, но там есть просто и склады оружия, там есть и боевая техника, там есть все то, что готовят к отправке потом на фронт, с одной стороны, а с другой стороны, я вам напомню, что вообще на территории Российской Федерации есть 12 федеральных хранилищ ядерного оружия, а также есть еще порядка 30 региональных хранилищ ядерного оружия. И тоже в этих областях, вот в этих областях есть, если не национальные склады ядерного оружия, то, по крайней мере, региональные. И вот если, конечно, они доберутся до таких вещей, которые, ну, понятно, что они охраняются особым образом, вот, но, так сказать, если туда доберется профессиональная РДГ, то она может захватить такую штуку, и вот тогда это будет совсем другой вариант. У Пригожина, кстати, по-моему, он пытался пробиться в одно из региональных хранилищ ядерного оружия. Вот, причем на его пути, вот тогда я помню, Небзоров, Александр Небзоров делал специальный доклад, что, по-моему, это в Воронежской области, там есть даже хранилище очень странное тактического ядерного оружия, которое очень опасное, на самом деле, оно такое все советское, то есть он такую картинку нарисовал, вообще там чуть ли не город, а вообще такой город в себе, где все пьют, начиная с младенцев, потому что не пить там нельзя, потому что когда вы живете на ядерной пороховой бочке, которая может сама по себе взорваться в любой момент, там просто все ширяются и пьют целыми днями. Вот, и что спасло тогда Путина то, что это хранилище когда-то задраили так, что его открыть никто не смог, и просто они туда дошли, дошли до этой огромной, значит, бетонированной и бронированной двери, которую ничем нельзя, ее даже прямой выстрел с танка не возьмет, там ее ничем не возьмешь, она специально сделана так, что она может чуть ли не ядерный взрыв выдержать, вот, и они не смогли просто ее открыть, и Александр Невзоров рассказывал интересную рассказку, что типа когда-то просто, когда люди туда приехали контролировать, они так испугались, что они просто задраили ее так, что ее в принципе открыть невозможно, вот, так что вот, ну, будем смотреть, конечно, но это интересное событие, яркое, поэтому, кстати, даже мы с вами так вот не запланированный эфир сделали, вот, надеюсь, что будет у этого какое-то продолжение положительное, что они продвинутся, что им удастся закрепиться на этих территориях, что, естественно, конечно, очень сильно не понравится Кремлю и очень сильно подорвет картинку, благостную картинку так называемых выборов так называемого президента Российской Федерации, который на самом деле в любом случае будет нелегитимным человеком, который пройдет через, даже через эту фиктивную процедуру. Друзья, сразу вам анонсирую, что следующий наш выпуск с Сергеем Жирновым будет в воскресенье, полдень против Путина, мы будем смотреть за так называемыми выборами, будут ли там протестные движения, будем мониторить ситуацию, мы с Сергеем Жирновым всегда оперативно встречаемся, чтобы обсудить самые актуальные события, прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на YouTube-канал Сергея Жирнова, подписаться на мой YouTube-канал, если вы традиционно смотрите нас, телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться, напишите в комментариях, что вы думаете о Легионе Свободы России, о действиях РДК и Сибирского других, это очень важно батальону, потому что нам нужно понимать вот ваше мнение, как вы видите ситуацию в целом, и самый главный момент, это то, что ваши комментарии делают так, что интервью Сергея Жирновым смотрит больше аудитории. Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и внешней разведки. Сергей, благодарю вас, и до встречи уже в это воскресенье, полдень против Путина, будем обсуждать все актуальные события. Спасибо.